Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий. Вместе с вами сегодня я хотел бы коротко порассуждать на духовную такую тему, как личный пример или доверие. И поводом для этого рассуждения послужил сегодняшний случай у меня на работе. Есть у меня группа в бассейне, которая называется «семейная группа». Это один из родителей или дедушка с бабушкой приходят с внуками, или с одним внуком, или с детьми. Но обязательно взрослый человек вместе с членом своей семьи. Это важно, когда личный пример играет большую роль в жизни каждого человека. И когда родители, а то и дедушка с бабушкой, говорят высокие духовные слова, а их жизнь складывается и поступают они совсем по-другому, то ни внуки, ни дети не будут верить этим родителям или дедушкам и бабушкам. Но так происходит, и у нас принято приводить своих детей, внуков в разного рода секции спортивные, а также художественные, на танцы, рисование, лепку, и доверять учителям своих детей и внуков. И все почему-то думают, что это правильно, это хорошо. И, конечно, кто-то спрашивает, а хороший ли это учитель, хороший ли тренер. И чаще всего мало кто знает этих людей на самом деле, что они вкладывают в этих маленьких детей, подростков. Некоторые родители мне на плавании говорили даже такие слова. Вы имеете право и возможность наказывать моего ребенка. Я доверяю вам. Даже так. И сегодня одна женщина привела свою дочь и говорит мне, вот я привела ее, позанимайтесь с нею. А я говорю, а вы? А я говорю, нет. Я говорю, так у нас группа родителей ребенок. Как же ваша дочь будет одна заниматься? Кто же залезет с ней в бассейн? Ведь это групповое занятие. Я буду заниматься всеми. Я буду показывать упражнения для всех. Родители будут показывать это для детей. А потом дети будут повторять это упражнение. И вот так строится совместно все задание. Это ее не устраивало. Он сказал, нет, занимайтесь ею. И у девочки была водобоязнь. А в группе было примерно 20-22 человека. И мне непрерывно надо было делать и давать новые задания всем. И заниматься одним ребенком не было возможно. И такой возможности у меня на самом деле, потому что это не индивидуальные групповые занятия. Но родителей это мало интересует. Второе наблюдение во время этого же занятия, это то, что бесцеремонность. Пожилая женщина вошла в бассейн, в обуви оставляя следы. И я увидел ее, подошел и вежливо говорю ей, извините меня, пожалуйста, в обуви нельзя заходить в бассейн. И она смотрит на меня, ничего не понимая. Я спрашиваю ее, вы по-русски понимаете? Она говорит, да. Что вы хотите? Я говорю, я хочу, чтобы вы вышли из бассейна. В обуви нельзя стоять. И она опять не выходит. И все это отнимает время. И на все это идет отвлечение. И бесцеремонность, и некультурия, оно приводит к тому, что люди постепенно сползают в деградацию. К сожалению, это так. Потому что, когда у людей такие потребности и понятия, то это как понятие в криминальном мире. Они сильно отличаются от того, что должно быть на самом деле. Что думаете вы об этом? Желаю вам Божьей милости, благодати. До свидания.